Около десятка автомобилей попали накануне в дорожную ловушку на пересечении проспекта Ибрагимова и улицы Чистопольская. Все как один друг за другом автомобилисты влетали в яму, вырезанную дорожными службами. После преодоления препятствия способность передвигаться машины теряли. Из внешних повреждений у всех пробиты колеса и погнуты диски. Возможные повреждения подвески на глаз не определишь. Избежать попадания в ловушку, говорят водители, было сложно. Яма в асфальте никак не была ограждена и замечали ее в темноте в самый последний момент. Рамиль Шайдулин узнал, что теперь намерены сделать владельцы пострадавших автомобилей. Мы путешествовали с Перми в Москву. С Перми в Москву? Да, мы заехали специально сюда в Кремль посмотреть. Водитель китайской иномарки Ольга рассказывает, что в Казань они заехали по пути в Первопрестольную. Говорит, просто хотели посмотреть на красоты города. Но задуманная экскурсия омрачилась дорожным происшествием. Однако, несмотря на испорченное настроение, ее обрадовало то, что незнакомые ребята остановились, чтобы помочь путешественникам. Молодые люди и денег не взяли, и настроение приподняли, признается она. Автоледи сообщила, что она первая, кто попал в эту дорожную яму и остановился. Но не последняя. Затем в эту ловушку стали попадать и другие автомобилисты. Некоторые меняли колеса на месте и уезжали, некоторые вместе с ней остались дожидаться сотрудников автоинспекции. Двигаясь со стороны Кремля, по средней полосе я почувствовала сильный удар. Въехала в яму и пробила колесо, смяла диск. И таких участников ДТП было очень много. Многие просто меняли на месте и уезжали. Еду, еду, я такой кайфую, радио включил любимое. А тут бац, яма, вырулить некуда, машины все сторонам едут тоже. Максим Осипов, водитель Форда Фокус, хоть и поменял колесо на месте, сам отмечает, что будет добиваться возмещения ущерба. Еще один участник происшествия, водитель отечественного автомобиля, уверенно заявляет. Этих ям не было еще несколько часов назад. Они появились буквально недавно. А как думаете, яма вообще давно существует это или как? Нет, думаю, недавно. Вырезали ее скорее всего? Вырезали, да, потому что ее не было. Мужчина предположил, что их для дальнейшего ремонта вырезали сотрудники дорожных служб и почему-то не стали ограждать. Участники ДТП сами решили сделать замеры дорожной ловушки. Метр тридцать. Сейчас водители надеются, что организация, ответственная за этот участок дороги, возместит им причиненный ущерб и отремонтирует, наконец, покрытие. И дело, уверяют некоторые, не столько в деньгах, сколько в принципе. И ради него готовы идти до конца. Рамиль Шайдули, Нафиса Минязова, Адель Малахметов. Вызов 112.